Всем привет! Это часто задаваемые вопросы по программированию, часть вторая. Я отвечу в этой части еще на 4 вопроса, они перед вами. В общем, давайте продолжим. Итак, вопрос номер 7. Если существует какой-либо метод, который, например, возвращает имя файла, его размер в байтах, и потребовалось добавить возможность возвращать байты вместо названия файла, то какой способ реализации вы порекомендуете? И почему? Я порекомендую вам создать новый метод, который будет возвращать непосредственно байты самого файла. Почему? Потому что существует подход, который называется Solid, первым принципом которого гласит Single Responsibility. То есть, если ваш метод должен возвращать одно, то у него одна ответственность, если должен возвращать другое, значит это другая ответственность, соответственно другой метод. Склеивать две ответственности в одну ответственность, на самом деле можно подумать и в эту сторону, но тут существует небольшая такая оговорка по принципу, если у вас есть только один пользователь этой системы, не предполагается, ну этого метода, да, первого, в котором возвращается имя файла, и не предполагается использование других методов, например микросервисная система, там когда один метод использует одно, другой сервис должен использовать другой метод, то в этом смысле однозначно разделять. Если у вас одна монолитная система, то теоретически существует вероятность сделать это все в одном методе, но Single Responsibility подразумевает разделение ответственности, и здесь ответственность, соответственно, разная. Поехали дальше. Вопрос номер восемь, и он на самом деле очень простой, все определения доступны в интернете, но тем не менее. Гид, гид хаб, гид клиент, в чем разница, что и для чего нужно. Все очень просто. Гид это распределенная система управлениями версиями, Гид хаб, это веб-сайт для размещения гид-репозиториев и, соответственно, совместной разработки проектов. А гид клиент, это программа, которая поможет подключиться к вашей локальной системе управления, если у вас гид установлен локально, или к удаленной системе, которая находится, например, на сайте github.com, или, например, bitbugget.org, или там gitlab.com, ну или, в конце концов, можно говорить о подключении к Team Foundation Service, сервер, который, допустим, находится в локальной сети. То есть гид клиента используется как программы для подключения к системе git. Ну и, например, github.com. Там тоже есть гид распределенная система, к которой можно подключиться. Итак, давайте теперь девятый вопрос. Микросервисы, разделенные модули, как тогда они между собой взаимодействуют? Смотрите, я уже много раз слышал упоминание о том, что микросервисы, они раздельные, они не связаны. Это заблуждение. Микросервисы, это как и монолитная программа, они между собой связаны. Когда мы говорим про концепцию микросервисов, то есть про микросервисную архитектуру, то мы говорим только о доставке их до продакшна, то есть для развертывания. Именно развертывания, независимо друг от друга, можно говорить о том, что они поставляются обособленно. Обновления каждый сервис получает отдельно, но тем не менее, они так или иначе всегда между собой связаны. Об этом гласит еще есть такой принцип, называется eventually consistency, то есть в конечном итоге согласованность, в конечном итоге. То есть как бы вы ни обновлялись микросервисы один с другим, по очереди, публиковали их по раздельности, так или иначе в конечном итоге они будут иметь общую веншель, то есть в конечном счете согласованность. Но это не говорит о том, что они разделены, они вместе склеены, работают вместе и никак они не разделяются. Наверняка для того, чтобы объединить общий функционал в каждом микросервисе, у вас будет, скорее всего, какая-то общая сборка, так называемая сборка контрактов. Эти все микросервисы из простого ASP.NET Core приложения, при помощи именно этой сборки будут превращаться в часть микросервисной архитектуры. По-другому восклеить микросервисы не получится. Они не просто неразделенные, они могут публиковаться по отдельности, но тем не менее это одна между собой согласованная система. Десятый вопрос. Десятый вопрос на самом деле очень такой, ну я не знаю, философический, если так можно выразиться. React, Angular, Aurelia, Blazer и другие фреймворки для написания в Single Page Applications с богатым UI. В общем, я скажу, что я на своем примере попробовал и React, и Vue, и Angular, и Aurelia, и... Ну, Blazer посмотрел, но это не про то. Смотрите, первые четыре React, Angular, Vue и Aurelia, это JS фреймворки, которые позволяют создавать Single Page Applications. Более того, React это не фреймворк, React это библиотека. На мой взгляд, опять же, на мой сугубо личный взгляд, ну хотя я, конечно, и встречал подтверждения в интернете, React очень сильно похож по принципам, вот, по принципам взаимодействия с объектами, похож на jQuery. Я с этим согласен, мне также кажется, что очень сильно похож на... Опять же, и jQuery был, ну хотя у них немножко разные цели были, jQuery призван объединить был работу с разными браузерами, то есть одинаковую реакцию на разные рендеринговые системы сделать. А React, он немножко для другого, то есть он для управления непосредственно HTML-ными, то есть UI-ными элементами, ну вот, грубо говоря, вот так, для утрирования, да, каждый элемент HTML-ный тег, ну то есть для него можно свою гордку найти в реакции, или написать, или заиспользовать. Ну, в общем, на вкус и цвет все фломастеры разные. Я остановился на Aureli, только потому, что дяденька, который ее придумал, Ропа Изенберг, является разработчиком не только вот этого самого Aureli, но и разработчиком на C-шарпе. Он разработал Caliburn, Caliburn Micro, это значит, он работал для мобильных девайсов, разработал в концепции это все MVM-подходы, и, соответственно, так или иначе, на Aureli он задействовал те же самые принципы взаимодействия непосредственно с моделей, форм, view-моделов, модулов, если хотите. В общем, сильно-сильно похоже на то, что вот используются в C-шарпе, соответственно, все паттерны, особенно в концепции использования еще TypeScript'а на Aureli, все паттерны, которые можно использовать на C-шарпе, так или иначе, можно проецировать на Aureli. Это очень упрощает разработку, и надо сказать, что, ну, во-первых, не знаю, как Angular, популяр, уже, как бы, мало за ним слежу, но вот на view у них скоро появляется новая версия 3.0, и в ней уже есть такая штука, как Composition API. В одном из ознакомительных видео я посмотрел его, в общем-то, все сводится к тому, что все объединяется в один view-модел, да, в котором будут методы и свойства, и они очень-очень похожи становятся на Aureli. Ну, то есть, я не знаю, зачем они так делают, в общем-то, они говорят, что будет поддерживаться и предыдущий, и новый способ разработки, но вот в старом, на любителей, да, когда есть у вас методы, как они, property, data, где вот возвращается, да, есть какие-то там watch'и, ну, здесь все объединяется в один view-модел, грубо говоря, которым можно там управлять и использовать там повторно, ну, в общем, то, что, как бы, в Aureli, например, view-моделы называются, ну, я не знаю, на самом деле, на вкус и цвет, опять же, повторюсь, все фломастеры разные, в общем, давайте теперь про Blazor поговорим. Blazor не является JS-фреймворком, хотя он в некоторых моментах, конечно же, его использует, особенно, когда речь идет о использовании SigDollar. Дело в том, что он еще не закончено, так сказать, творение Microsoft'а, будет две версии Blazor-клиент и Blazor-сервер, которые будут работать с WebAssembly, сейчас они работают только с сигналаром, но, в принципе, что, ключевой ответ, ключевой, вернее, момент, что, в чем разница, да, допустим, вот первых четырех и Blazor. Blazor можно писать на C-шарпе, то есть, прямо в HTML-код, встраивается C-шарп-ный код, и он потом, как бы, преобразуется, ну, скажем так, преобразуется через, там, специальные механизмы в JS-код. В общем, пока эта разработка в процессе, в версии 3.0 появились, там, какие-то первые заделки по этому поводу, а вот в 3.1 уже, как бы, появилась сигналар-версия, и уже, в принципе, можно попробовать. В следующих версиях .NET Core будет задействовано новый механизм взаимодействия, непосредственно UI и бэкэнда, ну, и будут уже более основательно реализованы GRPC протоколы, механизмы и сервисы, которые, на самом деле, уже можно попробовать. Ну, в общем, пока не наступит эра Blazor, я буду использовать Aurelion, ну, и, в общем, те, кто работает на C-шарпе и нравится, и любит типизацию, ну, вот я посоветую Aurelion, потому что именно в ней реализованы последние все стандарты, то есть она специально на них изначально писалась, а Роб Эйзенберг об этом прям очень сильно кричит во всех дырках, если так можно выразиться. Вот, ну и вкупе вместе с TypeScript очень сильно похожа разработка на C-шарпе, ну, а вместе с этим, если похоже, значит, гораздо проще начать разработку, чем изучать новый фрамворк, новый язык, новые разметки, новые паттерны и т.д. и т.п. В общем, на этом, наверное, все. Всего доброго. Пишите, спрашивайте, подписывайтесь, лайкайте, в общем, живите полной жизнью. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok